Приветствую вас! По вашему тексту складывается такое впечатление, что мужчина боится ответственности, не хочет ее на себя брать, не верит в себе, и у него есть признаки такого истерического поведения. Алиса, я, честно говоря, из вашего текста не смог понять, вы простите, но я не смог понять, зачем вам этот мужчин, что вас с ним связывает. Как после того, что произошло, после его слов, после его проявления отношения к вам, такого, как вы можете рассматривать его в качестве своего мужчины и предполагать, что между вами все же получится. То есть, вопрос, который у меня возникал на протяжении всего вашего текста, это вопрос, зачем? Зачем вам это все? Да? Вот. Ну и совершенно очевидно, что вы ведете себя здесь как жертва, то есть, вы спрашиваете у нас, как на это нужно было реагировать, вы спрашиваете у нас, о какой поддержке он говорит, то есть, это такие вот вопросы, ориентированные на, собственно, молодого человека, да? Тогда как, в действительности, с точки зрения психологии, вопросы нужно задавать немножко другие. С точки зрения психологии, вопросы нужно задавать такие. Для чего мне такие отношения? Почему я в таких отношениях? Как я допустила, что молодой человек вообще позволил себе так ко мне относиться? Как я это допустила? Как я допустила такое к себе отношение? Вот те вопросы, которые вам нужно себе задать. То, что, ну, то, как вы, то, как вы позиционируете всю эту историю с молодым человеком, не делает вас, как бы, ну, не дает, не дает вам, не дает вам более выгодного положения, более выгодной позиции, вот, и так далее. К сожалению. Поэтому, по сути, все, что вы описываете, это является, на мой взгляд, следствием. То есть, следствием, проблем, между вами. Проблема. То есть, то, что вы описываете, вот, именно, то, что вы описываете, стало возможным исключительно, на мой взгляд, благодаря тому, что между вами изначально были проблемы, какие-то, понимаете? Вот, какие проблемы между вами были изначально, и нужно выяснять, потому что это важно. Ну, не мог ваш мужчина, вот, он просто не мог быть хорошим, ну, до этого, он не мог быть идеальным до этого, а после, вдруг, внезапно, стать вот таким, да, и, и, соответственно, соответственно, удалять вас от отсюда, ну, вести себя так, как вы описали. Это первое. Преанализировать ваши отношения и посмотреть, вот так, более глобально на них. Второе. Почему вы допускаете по отношению к себе такое поведение? Ну, то есть, вы позволяете человеку с вами так обращаться. Опять же, какой у вас мотив? То есть, вы здесь, вроде бы, вот, вы, вроде бы, пишете о том, что, э-э-э, что вы сами за ним бегаете, ну, вы вот, вы так пишете, что вы сами за ним бегаете, а не он за вами. Так, а зачем? Зачем ему за вами бегать, если вы бегаете? Смотрите, какая штука. Зачем ему что-то делать для вас, если вы сами активны? Зачем ему заботиться о вас, если он знает, что вы о себе, в принципе, можете позаботиться? Что вы сами будете крутиться, э-э-э, как белка в колесе, пытаясь, э-э-э, там, ну, защитить, э-э, пытаясь защитить себя, защитить, э-э, свои интересы и так далее. Зачем? Зачем ему, зачем ему что-то делать? Для чего ему что-то делать? Понимаете? Ну, то есть, ведь, я плагаю, плагаю, что вы не будете, надеюсь, спорить с тем, что нужен, ну, как бы, нужен мотив для того, чтобы что-то для вас, например, делать. То есть, нужен именно, именно мотив, если мотива нет, да, то делать ничего не хочет для вас. Так что, это тоже очень важный момент, для чего вы делаете, собственно, для человека, э-э, то, что делаете. Вот. То есть, это очень важная история, очень важный момент, на который вам нужно брать внимание. Ну, вот. Возможно, э-э, возможно, вы боитесь, э-э, его потерять. Возможно, вы боитесь его потерять. Возможно, есть какие-то, э-э, еще э-э, причины, э-э, причины, по которым вы, себя ведете. Так. Но с этими причинами нужно разобраться, потому что вам они, не идут на пол, на пол. Ну, вот. К сожалению. Дальше. Значит. У вас сейчас обида на своего молодого человека. И я понимаю причину обиды, э-э, вашей. То есть, я понимаю, почему вы обижаетесь на молодого человека. Я понимаю, что вам обидно. Я это понимаю. Вот. Но. То, что вы делаете, это требуете от него чего-то. Вы требуете от него какого-то поведения. Вы требуете от него какого-то отношения к себе. И даже от нас. Даже от нас. Вы этого продолжаете требовать. Даже от нас. Правда в том, что, что получается, будто бы вы человека не принимаете с его позиции, с его отношения к вам, с его ресурсами, которые у него есть. Понимаете? То есть, у меня нет ощущения, да, нет такого ощущения, что у вас здоровые отношения. Есть ощущение, что отношения ваши нездоровые. В том смысле, что они не взрослые, они не зрелые. Да. И что молодой человек вас, ну, не любят. К сожалению, точно. Вот. То есть, у молодого человека, у молодого человека к вам, у молодого человека к вас к вам, ну, такое, такое отношение, да, очень, скажем, ну, так скажем, поверхностно. Вот. В чем и выключается основная беда, на мой взгляд. И с этим, конечно же, можно работать. Вот. То есть, либо вы доносите до человека неприемлемость такого отношения к вам и не соглашаетесь больше на то, что, ну, на то, как он себя ведет, молодой человек. По отношению к вам. Вот. Либо ситуация будет только лишь продолжаться в таком духе. Потому что, уже сейчас видно, что мужчина вас не ценит. Для того, чтобы человек вас не ценил, нужны основания. Я полагаю, что эти основания такие, что вы не цените сами себя. На мой взгляд. Я еще раз повторяю, я не знаю, как обстоят дела на самом деле, да. Вот. Но, пока мне видится история вот именно такой. Давайте поисследуем немножечко. Ваш текст. Да. Мой парень разбил машину. Машина новая. Нужен был только текущий ремонт. Подвески 20 тысяч. В итоге он завершил ДТП. его вина требуется большой ремонт не менее 100 тысяч рублей. Так. Почему Молодой человек поехал на машине, у которой подвеска была ну, в неисправности. Вот. Условно говоря. Почему молодой человек поехал на машине. То, что там его вина, не его вина, да, это на самом деле разница особо, особо разница не играет. Ну, на мой, на мой взгляд, по крайней мере. Потому что ДТП это такая история. Тут всякое может быть, вот. И даже если это его вина, да, вот, ну, в буквальном смысле, даже если это его вина, вот. то его все равно, все равно, как бы, это не делает его плохим. Но молодой человек поехал на машине, которая изначально была неисправна. Вот я хочу вас спросить, почему он поехал на этой машине. Вот. То есть, как так вышло, что вы не доверили ему машину, об этом речи мы не ведем, потому что доверить вы машину ему могли по каким-либо причинам, а к чему неисправно. Вот. И не произошло ли ДТП, отчасти, по этой причине, вот. Именно по этой причине, что была неисправна. Вот. То есть, вы кого-либо обвиняете, да, то есть, вы обвиняете его, вы обвиняете себя, ну, ничего хорошего в этом нет. То есть, как бы, обвинениями себя и других ничего не добиться. Вот. Тут не обвинять нужно, а брать ответственность, брать ответственность и отвечать. Отвечать за то, что происходит, за то, что произошло. Ого. Случилась такая, такая ситуация, например, ну, допустим, с вашим, с вашим автомобилем. Вот. Нужно не обвинять кого-то, а по ответственности смотреть. Почему так случилось? Как так случилось? Ну, так далее. Дальше. Обещал, что все сделает, в том числе и подвески. Что через месяц машина будет готова. Прошел месяц, машина как стояла, так стоит. Только пришли несколько за часы, и то не все. Мои вопросы, что эта машина отвечает криком, что я его достала, что я тупая, не мудрая, что я его раздрощаю в своей тупости, что спрашиваю про машину, что моя задача всегда перестать, не лезть, не злое дело, и сразу заносит меня в тупую машину. Слушайте, ну, вот здесь, с одной стороны, проявляется ваше ответственное поведение, где вы не хотите брать ответственность за то, что происходит с вами. Это первое. И второе, это то, что у такого поведения, у такого отношения к вам, да, должны быть причины. То есть, это не какая-то такая история, которая, знаете, вот, ну, появляется из ниоткуда. Это история, которая становится, становится возможной благодаря чему-то. то есть, на мой взгляд, на мой взгляд, один, вот один из ключевых моментов заключается в том, что вы как-то поставили себя в отношениях так, таким образом, что мужчина допускает к вам такое отношение. У этого есть свои причины. У этого должны быть причины. Я только не знаю пока, какие причины. но они, я уверен, есть. Нужно только их поискать. Нужно только поанализировать. Нужно только поанализировать, как вы выстраиваете отношения с твоей. С молодым человеком. А может быть и только с ним. Дальше. Поповедник сказал, что сделать позже, потом сказал, что ничего не будет делать, что я охренелся, что он будет решать делать ему или нет. Ну, то есть, это, как бы, защитная реакция идет. Вот проблема. Когда пришли с обшивки, узнала, что заказал дешевые, одна смертные, потому что новые стоят в 5 раз дороги. Я сказал ему, что не нужно такое ставить машину, потому что у меня все там было новое. Но он опять заказал, стал задуматься, что ему такая жена, как я вообще не нужна, что я такая не мудрая, не понимаешь, опять же, удалил меня отсюда, заблокировал. Причем здесь жена, жена, Халиф. То есть, вот. У вас, как это, уже речь о семье идет или что? Почему он говорит про, ну, про жену? То есть, вы с ним планируете семью или как? Или что? Знаете, то есть, как бы, это важные моменты, на самом деле. А, потому что, ваш мужчина, он, ну, явно имеет определенные проблемы. Я надеюсь, что вы, вот, не будете с этим спорить, да? И если у него эти проблемы есть, то они ведь в семье будут еще сильнее проявляться, эти проблемы. То есть, почему он говорит, что ему такая жена не нужна? Почему вы не подвергаетесь сомнению то, нужен ли вам такой муж? Вот на меня в этой ситуации интересует сильнее всего. Вы не верны себе? Вы боитесь одиночества? Есть, может быть, что-то еще, о чем вы здесь не пишете в тексте. Я имею ввиду. Дальше. Так, ну, соответственно, у него есть какие-то к вам требования, да, какие-то осчитания. Я впервые за месяц сама съездила в сервис, посмотрела, узнала, что это машина, мне сказали, что там все нужно сделать. Я написал ему, что еще люди, на что опять получил ответ, что раз, когда полезла, вот и делаю сама, дам тебе 50 тысяч, но пока не денешь ничего, я в черных списках. Непонятно, как вы общаетесь, смешина, если вы официально в черных списках. Что-то странно, вроде бы создается семью, но в то же время общаетесь по переписке, что-то странно. Я на больничном, после серьезной операции, мне нужна машина, чтобы алиментарно ездить за продуктами, он уехал работать в другой город, планирует отпуска, с кем отдых с друзьями. Я кручусь тут, как хочу сама. Ну, правильно, потому что вы, видимо, всегда кручусь, как сама и не позволяете мужчине изначально свои проблемы решать. Ну, то есть, изначально вы не позволяете мужчине брать на себя ответственность за какую-то часть ваших проблем. Вот. Я уже думаю, или я дура полный, или я чего-то не понимаю в этой жизни, как мне нужно было реагировать. Нет, вы не дура полная, вы не понимаете в этой жизни, потому что, скорее всего, у вас есть определенные проблемы, как с выстраиванием отношений с мужчинами, так как с целями отношений, так и с женской моделью победили. Дальше. Да, вина моя. Я не имел права давать ему машину, я себе эту вину не снимал. Нет, вы не виноваты. То есть, ну, я не считаю, что вы здесь виноваты. Я думаю, что вы это сделали абсолютно, как бы, наивно, да. Да, ну, наивно, наивно, имеется в виду, полагаю, что, а что такого страшного будет, если я дам ему, собственно, эм, ну, как бы, свой автомобиль, да. То есть, что такого-то будет. Давай. Ну, вот. То есть. Ну, не думаю, что вы в реальности тут находим. Не думаю. Так. Так что, вашей вины, по моему мнению, здесь нет. Если, если есть за что ответственность, ваша ответственность. Вот. Что ответственность только за то, как, эээ, с кем, с кем вы устраиваете отношения. Вот. То есть, ну, вот. Грубо говоря, какой мужчина, эээ, вхожь, к вам, к вам в окружении, да. Да. Вот. 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 И для чего? Вот это? Да. Вот за это вы ответственны. А то, что вы ему машину дали, ну, мне кажется, это абсолютно нормальная история, что вы дали ему автомобиль. Как бы мне кажется, что любой человек делится своими, ну, с тем-то своим. Вот. А с тем, кого любит или с тем, с кем имеет отношение. Вот. Дальше. Идем. Просто я не могу никак понять, как мне нужно было реагировать на это все. Вам нужно было реагировать на это все в русле своего победителя. То есть, эээ, как раньше выбрали за всю ответственность, так и сейчас выбираем. Вы, эээ, значит, молодому человеку, ну, как бы, эээ, поставили перед фактом, да. Что, вот ты мою машину разбил, эээ, что ты будешь делать. Да. Он там что-то пообещал. И вот такая, а, ну, хорошо. Я понял. И сама начинаете делать, а что это нужно в первую очередь вам. Вот. А вы, а вы просто ждали от него. Вы ждали, что он там кто-то сделает. Вы ждали, ждали, ждали. Ну, вот. И в итоге у вас, эээ, кроме, кроме как раз таки ожиданий, ничего больше и, эээ, ну, и не появилось, не было. Вот. То есть, проблема, она на самом деле в этом. Как правило. Вот. Но, момент здесь еще и такой, что он, человек, эээ, явно оказался не готов к такой вашей реакции. Почему-то. То есть, человек оказался не готов к тому, что вы, эээ, так себя поведете. То есть, для него ваше поведение, когда вы чего-то от него стали дать, стребовать и так далее, оно оказалось для него странным. И, вот этот момент, на мой взгляд, эээ, нуждается в, эээ, корректировку. То есть, дело не ваша реакция, опять же, а дело в том, кого вы выбираете, эээ, себе в окружении. Кого вы, с кем вы выбираете встречаться. Сейчас. Вот. Что важно. Дальше. Ничего не говорить. Например, для перцензии можете получить, эээ, после ремонта и петь, мол, как он молодец и сам сделал настоящий мужик. Нет, конечно. Эта реакция у нас не дала. Я не думаю, что, эээ, столь важно, Алиса. Я не думаю, что это, эээ, это, эээ, важно. Я думаю, что гораздо важнее, чего ждали вы. Ну, ну, вам гораздо важнее понять, чего ждали вы. Эээ, гораздо важнее вам понять, эээ, чего хотели вы, чего ожидали вы, чего ждали вы от него. И, если, к примеру, вас задела такая его позиция и такое поведение, то в чем она вас задела? В чем конкретно вас задела? Например, я слышу, что у вас есть обиды за тот, кто планирует отпуск. Вот. Ну, я так, эээ, мне так показалось, что у вас есть обиды. Типа, вот, я тут кручусь, как, эээ, белка в колесе, а он планирует вот, вот. Ну, вот, эээ, человек такой. Это, это, к вам вопрос. Как такой мужчина оказался рядом с темами. Еще лучше было бы, если бы ты сказал бокс на железном, я тебя люблю, я себе новую машину купить, но ничего мне от тебя не отказывает. Своего-то у него ничего нет. И мне не свое, да и не жалко. Ну, вот, если же, понимаете, идет разговор о материале. Да, то есть, это вот идет вот это, эээ, знаете, как, когда люди начинают считаться. Что, типа, вот это у тебя, это у меня, или где-то. То есть, это уже с вашей стороны, эээ, что угодно, только не про любого, не про любого. Я понимаю, что обида, я понимаю, что у вас обида играет. Я понимаю. Но обида ведь, она тоже неспроста появляется. Обида ведь тоже не на ровном месте происходит. Понимаете? Поэтому, коли уж вы чувствуете обиду, то стоит задуматься о том, какие отношения вы выстраиваете с человеком. Насколько эти отношения являются искренними. Насколько эти отношения являются для вас полезными, здоровыми и так далее. Потому что, ну вот, пока что, вот на данный момент, я бы сказал, что ваши отношения скорее, скорее, не здоровые. Да, я об этом уже говорил. Если это так, то, в первую очередь, на это нужно обращать внимание. На то, что я хочу. На то, что мне нужно. На то, как я вижу отношения. Не он, понимаете, а я. Да. Дальше. Так. О какой поддержке понимание он говорит? А какая разница? Сейчас он издаляет меня виноватый в том, что это он разбил мою машину. Как это возможно? Это вы и делаете себя виноваты. Вы же склонны себя винить, правильно? Я за ним бегаю, а не он за мной. А зачем? Он не бросит прощения, что так получилось, скоро мне все исправится. Они говорят, что здесь машина нужна, что ли? Неплевать ему, что я после операции, что здесь она нам никак никогда нужна. Ну так, вы себя так поставили. Если. Почему мужчина вас так видит? Вот вопрос, который нужно. Вам этот. Эээ. Себе. Почему мужчина вас так видит? Что он позволяет себе, что он позволяет себе. все такие вещи. Вещь. Ээ. Понимаете? Эээ. Вот. Вот, в принципе, в принципе, эээ. Эээ. Вот на этом и нужно установиться. Понимаете? Именно на этом нужно установиться. На этом, понимаете, нужно остановиться. Вот, в принципе, такая история. То есть, условно говоря, когда вы пишете, что он выставляет меня виноватой, да, а вы перекладываете ответственность на него за то, что... Ну, за то, что произошло. Вы перекладываете свою ответственность на него. Знаете, какая штука. То есть, это не вы так себя позиционировали в отношениях. А это он, это он, такой вот негодяй, да, так себя с вами ведет. Но ведь в отношениях есть не только он, правильно? В отношениях есть еще и вы тоже. И вы тоже вносите какую-то лепту свою. Дальше. Не хотелось бы, конечно, расставаться из-за этого. Хотелось бы пройти и перевить это все, ведь это не самое страшное, что может быть. Но он так все преподносит, что я ему такая, не знаю, он не хочет со мной быть. А чего хотите вы? И вы говорите, не хотелось бы расставаться. Почему? Зачем вам такой человек? Тем более, что он не... не признает своей ответственности в этой ситуации. Тем более, что он считает, что он прав в этой ситуации. Так для чего вам такой человек? Зачем вам такой человек? Вот на что нужно ответить. То есть вы не говорите, что вы хотите. Вы не говорите, что нужно вам. На всей этой ситуации. Понятно? Опять же, если вы не хотите расставаться, хорошо, хорошо. Отношения можно и нужно гармонизировать. Любые. Любые. Но для этого нужно изменить вам свое поведение. Если вы готовы это сделать. Если вы хотите это делать. То есть хотите, условно говоря, менять свое поведение. если вы понимаете, что... Ну, условно говоря, куда-то вот... Куда-то не туда вас завела эта история. Если вы понимаете, то давайте будем работать. Давайте посмотрим, что можно переделать. Ну, поменять, что можно изменить. Если вы хотите что-то изменить. Вот. Что можно поправить? В принципе. Было бы желание. Вот и все. И... Еще раз повторю, что у вас есть проблемы с самооценкой. Очевидно, у вас есть проблема в том, что вы, видимо, вот все-таки, ну, боитесь чего-то. Может быть, вы боитесь как-то одна. Может быть, вы боитесь быть брошенной. Не знаю. Не знаю, чего именно вы боитесь. Но... Чего-то вы боитесь. То есть вот есть нечто. Есть нечто. Что делает вас мотивированной. Мотивированной и поддерживает такого рода отношения. Хотя эти отношения, они очень деструктивны по своей шуте. И они приносят вам только страдания. А в будущем, если ничего не менять, будут еще больше страданий. Вот. Вот как-то так. Примерно вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. По сути... Ага, по сути. И... Вопроса... Как-то как-то кого у вас... Не был. У вас, потому что... А... Потому что вы спрашиваете в основном про него. И... Совершенно непонятно... С чего в этой ситуации... Вообще... Хотите вы. Что в этой ситуации вообще... А... А... К примеру... Ну... К примеру... Нужно вам. Вот. То есть... Как-бы... Это... Очень... Важный... Важный момент. На самом деле. Потому что... Ха-ха-хээээ... Аг... А... Аг... 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 Значит... Аг... Вег... Аг... Вег... Аг... А... А... Ну... Именно от того, чего хотите вы. Аг... Да... Именно от того, чего вы хотите, и зависит по сути дел решение проблем. А пока вы пытаетесь человека понять, ситуация, к сожалению, не изменится. Не гад, потому что мужчина, он, видимо, понял, что для вас важен он, и вот, в принципе, именно из-за того, что он это понял, он так себя ведет. Как будто, так всегда, и вам, правда, в этом некого винить, потому что вы сами это все сделали. Но это не вина, это ответ ваш, это просто ваша ответственность. Это, это ряд ваших действий, которые к этому привели. И обвинять себя, как бы в этом не нужно. Нужно найти, собственно, причину. Вот. Причину, почему то, что произошло, стало возможным. Поэтому все, алисам, я рекомендую вам подумать над значением того, что мужчина не хочет быть с вами, да, то есть вот что будет, если он действительно не захочет быть с вами, допустим. Что будет, если ему действительно вы интересны, что будет, если он действительно окажет с вами быть, вот что для вас будет. Вот это, на мой взгляд, нужно поисследовать, и тогда будет более понятно, в каком направлении двигаться. Ну и именно вот, именно нам с вами. Вот так, я надеюсь, вам можно ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучшим мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.